всех рада видеть у себя в гостях люди добрые оставьте пожалуйста хоть какие-то комментарии ну правда очень интересная обратная связь я не понимаю почему меня вообще совершенно не критикуют и не поддерживают как-то вот настолько я не интересный человек видимо в не знаю в парфюмерном мире спасибо что хоть кто-то еще на меня немного подписывается вот мы наконец-то в сибири дождались плюсовой температуры и теплых весенних деньков это очень радует потому что ну правда в этом году очень холодная снежная какая-то весна у нас выдалась вот наконец-то теперь плюс и солнышко светит и слава богу в общем конечно захотелось носить что-то легкое весеннее цветочное стандартно конечно обращаемся мы весной больше к цветочным ароматам но я сегодня здесь подобрала такую подборочку в которой будут в том числе и новинки возможно кому-то будет интересно и так давайте начнем ну хотела бы я начать сегодня с новинки двадцать третьего года с аромата last first sun от juliette has a gun ну что цветочная цветочная да эта группа у нас жажда солнца я когда вот я ознакомилась вот с этим ароматом вель де ботте и вот когда я его впервые послушала мне почему-то показался что ну вот у меня и собственно и нанесен он здесь на блотере мне почему-то показалось что там есть сирень но на самом деле там ее нету конечно там вот жасминово-гарденевая и ланг-ланговая группа в сердце да стартует аромат конечно фрезии но вот возможно что фрезия с гордений я все-таки думаю да и дает мне вот такую обманку что ли виде вот какой-то обобщенного образа весеннего какого-то цветка ну вот возможно что я вот воспринимаю это как сирень кокос фрезия бергамот это у нас голова ну и база конечно ваниль белый мускус амброксан как всегда в juliette has a gun ну я уже сказала что мне казалось что это вот какой-то такой сиренево-кокосовый аромат такой аромат легкого романтического настроения у него флакон абсолютно летний но это и собственно понятно что весной запустили ну новинку эту запустили еще в начале года этот аромат но понятно чтобы он набрал обороты к лету ближе но для меня конечно это вот яркая очень композиция абсолютно весенние нелетние я бы возможно даже не угадала никогда цвет флакона потому что мне все-таки кажется что это такое что-то вот нежно прозрачно такое может быть сиренево-голубоватая не знаю вот на мой вкус яркий игривый такой достаточно заметный аромат любящий быть в центре внимания для меня это такая девчушка веселушка хохотушка не знаю категория веселящих так называемых ароматов форматов поднимающих настроение новинка абсолютно заслуживающее внимание несмотря на то что я вот почему-то сам бренд не очень жалую но здесь в принципе достаточно такая легкая простая призванная нравится большинству композиция и так 2 2 аромат это у нас новинка от мансеры аромат 22 года собственно они наверно где-то одновременно с танкокола вышли ну вот это у нас мелодии of the sun мелодия солнца он стартует такой прохладной кислинкой грейпфрута но там на самом деле конечно на старте еще черная смородина с лимоном и лаванда добавлен лаванда тут в аромате совершенно не слышится потому что она конечно всегда придает категории ароматов у жирности я вот не слышу здесь лаванду но вот это вот кислинка конечно какая-то вот больше не лимонная а больше грейпфрутовая все же и вот эта кислинка переходит уже в ноты зеленого чая с таким легким с легкой сладостью асмантуса в сердце но у аромата конечно безусловно есть и изюминка и эта изюминка заключается в ноте кардамона вот именно он добавляет композиции пикантности этот аромат на мой взгляд такой релаксирующий вот как будто бы ты не знаю находишься на каком-нибудь лугу вот которым только-только-только проклюнулась вот эта мягкая весенняя майская травка с первыми этими цвета цветочками весенними и вот это вот теплое нежное майское солнышко это вот для меня потому что там очень много вот каких-то зеленых таких нот возможно это вот ноты зеленого чая придает там есть конечно еще в базе чай матэ его невозможно вычленить самостоятельно но в целом композиция такая достаточно ладная для мансары появилась мускус здесь тоже очень мягкий не такой яркий как обычно у мансары бывает поэтому вот мелодия солнца от мансары пожалуйста мне кажется это прямо весна во флаконе дальше еще один аромат это уже итальянский нишевый бренд the merchant of venice это венецианский купец аромат блюти аромат вообще восемнадцатого года но мне вот сам бренд очень интересен а я даже там нашла возможно свое новое парфюмерное я об этом я как-нибудь расскажу в следующем видео это моя прям на сегодняшний день хотелка не буду пока говорю что за аромат но сегодня я говорю о синим чай от венецианского купца здесь во первых фужерная пряная группа здесь слышу конечно с первых нот зеленый чай с какими-то вот весенними цветами которые мне опять же было сложно вычленить но как выяснилось это магнолия в сочетании с нерали потому что там есть еще роза которая совершенно не явная и и вот в аромате сложно вычленить но вот магнолия как самостоятельный цветок я ее не смогла определить но что-то вот весеннее опять же про образ каких-то весенних цветов да это есть и плотность аромату придает конечно ветивер и мускус здесь мускус достаточно мягкий и тихий вообще у бренда мускусы очень пушистые очень нежные прям вот то что мне бы идеально было бы подошло потому что я вот не люблю сейчас этот бешеный мускус который всегда остается после того как аромат слетает и вот от всех и каждого несет этим лютым мускусом конечно вот мне это категорически не нравится в этой марке в этом бренде в итальянском этого не будет потому что мускус очень деликатный аромат в раскрытии не дает никаких сюрпризов это вот такая идеально чайно цветочная композиция на мой взгляд очень весенние ну вот за счет вот этих вот прекрасных цветов следующий аромат это у нас флауэр байкинзол абсолютен за это уже новинка последние последний фланкер в линейке вот этот флауэр байкинзол аромат во-первых опять очередное творение маэстро альберта марилоса ну напомню но я думаю что парфюмерное сообщество конечно безусловно знает этого парфюмера уважаемого напомню что его работам конечно имя огромное количество и легион это у нас и классика жанра арм что у нас там арман бассейн ред это конечно линейка умнее для булгари это несколько ароматов для килин в частности самый популярный good girl gonna bad и так альберта марилоса создал очередной красивейший аромат для этой линейки которая оказает оказывается вся абсолютно удачный на мой взгляд это вот такой островатый на старте за счет шафрана который тоже очень сложно понять что там есть эта нота шафрана но остроту он придает аромату горьковатый в сердце ну здесь может быть вообще сердце там дамасская роза с апельсиновым цветом но вот возможно все таки может быть апельсиновый цвет дает эту горькость но это вот я вот так слышу это раскрытие аромата ну вот как раз база из белого мускуса и ванили она смягчает в целом звучание аромата он такой не слишком сладкий по меркам восточной группы и собственно достаточно воздушный мне для меня этот аромат оставляет впечатление от такого дорогого элегантного парфюма если учитывать что цена у этого аромата более чем доступная 30 миллилитров можно купить там за три с небольшим тысячи я думаю что наверно во всех розничных магазинах ну вот в ильдебате я знакомилась безусловно вот цена такая очень доступная но вот как бы там ни было знаете какие бы ароматы мы не обсуждали там сложные нишевые там люксовые как правильно мне сказала знакомая девочка который работает администратором в ильдебате все равно мужики все тащатся от ангела и демона ну вот такое у мужчин простецкое восприятие ну не все конечно безусловно мужчины есть мужчины увлеченные парфюмерии мы их тоже знаем всех их ну в смысле как знаем таких самых ярких парфюмерных блогеров знаем конечно но в целом да вот мужская масса она вот такая простота восприятие поэтому конечно вот что-нибудь подобное типа ангелу демону это завсегда да и так я последний аромат говорила flower by kenzo l'absolu kenzo последний флангер из линейки flower by kenzo обратите внимание красивущая весенняя композиция все до новых встреч надеюсь на ваши комментарии подписки лайки безусловно ну и думаю в следующем видео я расскажу вам про свои хотелки то что я вот сейчас прямо чем сейчас мечтаю до новых встреч всего доброго встречу